здравствуйте круглики я я люблю демократию больше демократии я наверное люблю только когда она доказывает что был прав я и также все остальные на этой платформе у кого есть мозги black me fukong это очень хорошая игра замечательно это также игра которая сейчас бьет все возможные рекорды steam а став самые популярные сингловой игрой на платформе в первый день своего релиза несмотря на все многочисленные выпады попытки очернить ее от социально справедливых воинов от консалтинговых фирм типа sweet baby inc и не только ее несмотря на все попытки пресечь успех этой игры она пользуется им без прецедент но можете остановить меня если почувствуете что уже слышали что-то подобное в прошлом году хогвартс легаси я провел за ней пять часов на стриме и положа руку на сердце это было чертовски весело от дизайна боссов до дизайна локации до общего визуального наполнения эстетики многочисленных отсылок которые я слишком тупо и быдло для того чтобы понять все в этой игре меня исключительно радовало и в общем то абсолютно всем кто задавал мне этот вопрос я рекомендовал брать ее за фулл прайс что спойлеры порекомендую делать и вам хотя бы конечно поговорим о ней сейчас немножко обстоятельнее но меня больше интересует история вокруг этой игры потому что как показывает практика если на что-то в этом мире рассчитывать и можно так это на то что леваки никогда ничему не научиться это каста людей которая не понимает банальных человеческих истин скорее всего потому что они никогда не выходили на улицу и что такое бытие человеком они тоже не очень хорошо представляют таких истин как 2 плюс 2 равно 4 люди любят горячих представителей противоположного пола видеоиграх иногда своего собственного тоже бывает ну и конечно же тот простой факт что если вы будете указывать людям что они должны и не должны любить то они будут предпринимать все возможные усилия для того чтобы тебе противостоять не потому что им реально понравится то что они увидят а потому что они просто хотят насрать тебе в тарелку из-за того что ты указываешь им как жить ну то есть банальный дух противоречия с которым мы все были знакомы еще я уверен со школьной скамьи а может быть даже с детсадовской к сожалению социально справедливые фемки из консалтинговых фирм этого никак не поймут хотя почему к сожалению может быть частью чем дольше они этого не понимают тем быстрее они закроются слова закрытия что будет ютубом в россии до сих пор решительно непонятно посему для того чтобы оставаться на связи и не теряться я настоятельно советую вам в очередной раз подписаться на мой телеграм-канал который растет очень хорошими темпами последнее время спасибо вам за огромную активность вы не пожалеете постоянно почту до мемы свои мнения по поводу разных вещей ну а также мы активно участвуем с вами в дискуссиях в комьюнити ну и конечно же анонсы самые разнообразные тоже там постятся заходите скучно вам не будет точно также крайне рекомендую вам подписаться на мой твич-канал который не ровен час станет моим основным каналом уже им по факту является там мы постоянно смотрим кино которые вы заказываете в игрушечки играем как например вчера в уконга обсуждаем самые разнообразные штуки я стримлю практически каждый день так что заходите обязательно меня там поймаете я конечно с ютуба никуда уходить не собираюсь и подписываться на него тоже все еще стоит но нужно иметь отходные пути сами понимаете с чего бы начать ну давайте начнем непосредственно самой игры а точнее с того что я успел о ней подметить в течение прохождения первой главы во-первых предположение о том что это будет dark souls проманки как я назвал свой стрим оказалось радикально ошибочным более того она вообще к сосали ко мне имеет никакого отношения за исключением того что ты технически респавниваешься у костра при этом не теряя ресурсов абсолютно ни душ ни экспы ничего я бы сравнил эту игру скорее с году форум или каким-нибудь любым слышарком на вечерок который приходит вам в голову только крайне стилизованным под путешествие на запад и не для того чтобы играть в эту игру вам не нужно знать это произведение даже в кратком пересказе но для того чтобы понимать какого черта происходит по сюжету а также многочисленные тонкие отсылки наверное все таки лишним не будет я быдло поэтому я ни хрена не понял но что является большим плюсом играть в нее все равно крайне весело и занимательно даже если на сюжет вы не обращаете внимание в силу того что он решительно для вас никакого смысла не делает крайне забавно было вспоминать что одно из основных претензий к этой игре у мэнстримной печатной прессы был недостаток расово-полового разнообразия что конечно же абсолютно не соответствует действительности без относительно их роли в сюжете женщины там есть причем сразу несколько но вы наверняка заметите одну интересную отличительную черту смотря на их скриншоты да правильно они горячие и это проблема проблема потому что все они являются представлением китайцев о том что такое красивая женщина ни одна из них не черная ни одна из них не транс ни одна из них не выступает за прогрессивные ценности или являются активисткой что конечно же для современной игры абсолютно недопустимо но так вышло что китайцы про актуальные понятия sweet baby инков не слышали ну как слышали на самом деле но об этом мы поговорим немножко позже пуконг это эффективно слэшерный босс раж со вкраплениями периодических крайне закрытых линейных уровней заблудиться в этой игре физически невозможно это объясняет почему в ней нет карты она крайне прямолинейная крайне замысловатая и ответвление там встречаются настолько редко что даже ответвлениями их называть сложно буквально за всю первую главу их было ровно три и все три из них вели к колоколу позвонив который вы открываете секретного босса и называть его секретным можно хорошо если на четверть потому что пройти мимо него на мой взгляд решительно невозможно она совершенно не пытается заставить тебя исследовать этот огромный открытый мир которого здесь банально нету искать там какие-то секретики делать разнообразные билды у нее есть очень четкое понимание того как ты должен подходить к боевке и она дает тебе инструмент для того чтобы в этом направлении развиваться в том числе все шмотки и апгрейды для оружия которые ты находишь так или иначе являются очень прямолинейными давая тебе просто больше основного стата и либо защиты либо атаки ну и плюс какие-то дополнительные бонусы которые все равно в дальнейшем покрываются новыми шмотками у которых защиты тупо больше то есть думать во время игры в уконг о том как правильно построить своего персонажа вам не придется это максимально простой и понятный прямолинейный слэшер что собственно говоря является именно тем что я от этой игры хотел когда я только открывал и я говорил об этом на стриме мне хотелось поиграть во что-нибудь простое что-нибудь не замороченное что-нибудь что даст мне просто побить чуваков в лицо в свое удовольствие это именно то что она мне дает что примечательно говоря чуваках в этой игре так это то что боссов в ней по ощущениям гораздо больше чем рядовых мобов что странно это парадигма обычно работает в обратную сторону мы с вами наверняка привыкли к тому что есть уровень или набор уровней которые кульминируются в боссе в качестве суммаризации вашего опыта и проверки ваших умений полученных на этом самом уровне китайцы наигравшись в те же самые сосалики с дэвил майкрайами видимо решили знаете что самая веселая часть этих игр это боссы давайте мы сделаем побольше разнообразных боссов не настолько сложных как их рисуют возможно что в следующих главах они станут значительно сложнее но в первой главе единственное чем они брали меня эффективно это цифрами их паттерны достаточно легко вычисляются ты быстро к ним привыкаешь и по сути все что тебе остается это проявить свой скилл и не получать урон нанося урон опять же крайне просто прямолинейно именно то чего я хотел особенно на фоне dlc колден рингу которая максимально заморочена в плане своей дополнительной прокачки в плане бесконечных комб которые проворачивают боссы которые еще и к тому же чейн эти комбы настолько мощно что ты после 10 ударов едва едва имеешь одно маленькое окно для того чтобы один удар внести если тебе повезет и в конечном итоге у тебя просто руки ломаются когда ты уже начинаешь уставать от того чтобы перекатываться как странная макака здесь ты все еще перекатываешься как странная макака но по крайней мере окон для того чтобы наносить урон значительно больше каждый раз когда ты проигрываешь боссу ты чувствуешь что это была твоя собственное вина потому что ты просто недостаточно уважительно отнесся к механике если вы приходите в уконг из современных сосаликов в частности из older ринга то вам в него играть будет на удивление просто. Невероятно красивым визуальным и аудиосопровождением игра радует все. Битвы с боссами и уровни выглядят, если не супер разнообразно, потому что они все еще делятся на разные биомы, на джунгли, на пустыни и так далее, и так далее, то, по крайней мере, разработчики всегда умудряются как-то так интересно этот биом повернуть и дать себе уникальный сеттинг для каждого босс-файта, который будет, если тебя не поражать, то, по крайней мере, глаз радовать. То ты дерешься с ним в воде в огромном пруду, то ты дерешься в специально вырезанной для тебя такой лесной опушечке, где нету никаких дополнительных препятствий для того, чтобы ты не застревал в камнях или типа того. А есть и арены, где такие препятствия присутствуют, которые можно использовать в свою пользу, как, например, в битве с дедом с большой головой, и, к сожалению, форс-пуш, который он иногда кастует, они не блокируют, но от него тоже можно перекатиться, так что ничего страшного. Музыка для каждого босса уникальная, с национальными китайскими мотивами, и, в принципе, вся эта игра очень сильно пестрит теми самыми национальными китайскими атрибутами какими-то. Ты чувствуешь, что эту игру сделали люди, которые своей культурой, если не гордятся, то, по крайней мере, очень сильно ее уважают и хотят ее продемонстрировать. Что, кстати, подводит нас к сайдовой теме о рекордном онлайне этой игры в стиме. Напоминаю, он пробил отметку в 2,2 миллиона одновременных игроков в свой первый день релиза. Это больше, чем было в первый день у того же Пал Ворлда, который еще несколько месяцев назад был настоящим феноменом, о котором никто не мог заткнуться. Моментально возник вопрос, откуда именно берется этот онлайн, а точнее будет спросить, какая доля этого онлайна происходит из Китая. Ответ мы не знаем. Если бы мне вот прям пистолет к виску нужно было бы сказать свое лучшее предположение, я думаю, в районе половины. Может быть, процентов 60, но и то, мне кажется, с натяжкой на самом деле. Я понимаю, почему эта игра настолько популярна в Китае. Это национальный проект, который выходит на мировой уровень, на который все обращают внимание. По аналогии с тем, как Atomic Heart был национальным проектом для нас с вами, хотя делали его ребята из официально Кипра, но это уже другая история. Короче говоря, китайцам этот тайтл нравится. В том числе он сделан по мотивам одного из центральных художественных произведений всего их культурного наследия. Соответственно, это тоже прибавляет ему узнаваемости. Тут прям таки звезды сходятся. Но даже учитывая эти обстоятельства, каковы шансы были, что он перевалит в отметку 2 миллиона 200 тысяч человек одновременно в свой первый день. Таких цифр не достигал на моей памяти никто. По-моему, вот чисто по цифрам первого дня Вуконг побил рекорд Палворлда. Я могу ошибаться, но я не помню, если именно из сингловых игр брать, кто еще зарабатывал больше цифр, чем он. Это косвенное доказательство, можно сказать, анекдотическое, но если посмотреть по соотношению комментариев в Стиме, о том, сколько отзывов написано на китайском и сколько отзывов написано на всех остальных языках, ну как раз примерно половина или даже меньше там и получается. А положительными отзывами Вуконга завайпали в Стиме натурально. Только в первый день 160 тысяч положительных отзывов. Соотношение примерно 95 на 5. По крайней мере, было, когда я смотрел последний раз. Да, все еще 95 на 5. Практически 96. Первое впечатление сложно описать, но все же положительные эмоции немного преобладают. Обезьяна, которая не умеет лазать по деревьям. Годно. Одобряем. Спасибо большое, что хотя бы эту механику Манки Кинга из Доты вы не заставляете меня использовать. На самом деле заставляете, потому что он умеет стоять на своей палке и это периодически нужно делать, когда босс бьет по земле. Например, очень мало гендерного разнообразия. Одни обезьяны и волки. Плохо. Очень плохо. Не согласен с тобой. Отзыв из Стима женщины в этой игре есть. Проблема в том, что они горячие, что, конечно же, прогрессивным деятелям современной актуальной повесточки не нравится. Они не любят горячих женщин, потому что либо сами их никогда в жизни не видели, либо сами ими не являются. На протяжении всего вчерашнего дня и сегодняшнего утра я не видел ни одного человека, который Вуконга бы откровенно захейтил. Худшее, что было, это индифферентность. Ну да, поиграл, но слышарки не для меня, поэтому вернул свои деньги. Может быть, в другой раз повезет больше. Мне бы что-нибудь более сюжетное, мне бы что-нибудь более диалоговое. Здесь вы этого не найдете. Вы найдете драку с гигантским медведем, которого можно заморозить и напинать ему по заднице. Именно эти потребности покрывает игра, что, на мой взгляд, у нее получается замечательно. Мои самые большие претензии к ней была невозможность консолить анимацию. Ну, вы знаете, это классическая проблема, когда ты выстраиваешь анимацию атаки в очередь, нажимая на кнопку атаки чуть больше раз, чем нужно. И если вдруг ты посреди этой самой атаки понял, что тебе нужно срочно перекатиться или выпить эстуса, то ты этого сделать просто так не сможешь и отхватишь от гигантского медведя по лицу. Ты все еще можешь делать это с заклинанием. Тут есть спелл, который дэшит тебя немножко вперед, делает невидимым и выводит из боя. Может быть, игра рассчитывает на то, что ты будешь им умно пользоваться. Ну, в таком случае, ладно. Просто я, будучи нетерпеливым быдлом, конечно же, люблю, когда у меня есть все и сразу. Но я, тем не менее, не считаю, что игра в этом виновата. Она просто требует к себе определенного подхода. В плане анимаций это эстир. Выглядит крайне красиво. Никакие анимации нет опорные. В плане общего визуала тоже эстир. Дико красочно. ФПС держится на 60 очень стабильно. Я играю на PlayStation 5, а не на ПК, поэтому что там по видеокартам говорить не могу. Люди пишут, что на 360, 30-60 он 60 фпс, в принципе, стабильно в 2К выдерживает. Поэтому пробуйте. И, в общем-то, ни у кого претензий не было. Ни по поводу производительности, ни по поводу оптимизации, ни по поводу ничего. Не просто так эти 95% положительных отзывов взялись. В конце концов, если бы игра была сломана, то вы бы об этом узнали очень быстро. Что подводит нас к еще одному крайне простому ответу о том, откуда взялась такая популярность. Помимо предварительного расхайпа по аналогии с Хогвартс Легаси, который продался бы, может быть, не супер плохо, но явно хуже, чем он продался по факту, если бы не рекламная кампания в виде транс и прочих радужных активистов, которые настаивали на том, что если ты купишь эту игру, то ты клятый мисогенист, который ненавидит женщин, и биологических, и не очень. Вуконг — это просто хорошая игра. Это игра, которая работает, это игра, в которую играть весело, которая, в конце концов, выходит в момент, когда альтернатив не то чтобы супер много, потому что что у нас еще хайпового в августе было, да, по большому счету, ничего, то есть фактических конкурентов у нее сейчас нет. Это, в конце концов, игра, которая не пытается говорить тебе, как правильно жить, и каких правильных мнений о мире, и какой актуальной повесточке тебе нужно придерживаться. Это просто веселая игра, которая тебя веселит. И иногда это все, что тебе, как покупателю, нужно. Если говорить совсем честно, то это то, что тебе, как покупателю, нужно всегда. Не правда ли шокирующая информация? Просто хорошая игра продается и вызывает у игроков интерес. Игра, в которой есть интересный главный герой, в которой есть полно красочного экшона, горячие женщины там тоже, в конце концов, есть, пусть даже не европеоидные, но, бог видит, последнее время европеоидные предложения не отличаются крайней степенью привлекательности, поэтому давайте хотя бы азиатки будут горячими, внезапно она хорошо продается. И хайп раскручивает сам себя, он имеет такое свойство. Сарафанное радио никто не отменял. Когда продукт начинает хайпить, об этом узнают люди со стороны. Они на волне хайпа тоже дают ему шанс, им тоже нравится, и они эту волну хайпа разгоняют. Очень-очень простой принцип. К сожалению, в мейнстримной печатной прессе с этой мыслью живется тяжело. Немалая доля успеха Вуконга это развернутая журналистами за последние месяцы антирекламная кампания, которая, конечно же, сыграла с ними злую шутку. Все началось со старой, по-моему, еще прошлогодней статьи Айджена о том, что Game Science, студия, которая является разработчиком-издателем Вуконга, на самом деле... Погодите секундочку, вы готовы? Если не сидите, сядьте прямо сейчас, это будет вас шокировать. Она сексистка. В чем выражается ее сексизм? Он выражается в том, что якобы ее гендиректор как-то там нелестно о женщинах отзывался когда-то давно в каких-то древних постах. К сожалению, реальные китайцы разбираются в китайском языке лучше, чем журналисты Айджена, и не заняло много времени для них сказать о том, что сексистские цитаты, которые в этой статье приводились от гендиректора, не соответствуют действительности и переведены некорректно, не учитывают особенности китайской идиоматики, и, в принципе, возьмите, пожалуйста, учебник по языку перед тем, как заявлять про то, что он что-то там не то сказал. В конце концов, нужно понимать, что это абсолютно другая нация, у которой другие понятия, и лезть в нее со своим уставом было бы, ну, как минимум, некультурно. По случайному совпадению, журналистка, которая эту статью написала, ушла в тотальный деф. Она закрыла свой профиль в Твиттере, и достучаться до нее не получится, чтобы призвать к ответу. Естественно, это не сдерживало сам Айджен за последние месяцы от того, чтобы не использовать каждую возможность напомнить вам о том, насколько разработчики этой игры плохие, и что покупать ее по-хорошему не стоит. Даже когда они говорят про проблемы с физическим диском, даже когда они говорят, что первые два часа игры в Black Myth Wukong были полны классных и довольно челленджевых босс-файтов, очень красивых персонажей, и не то чтобы большого мира, они все равно умудряются написать про то, что вы, конечно, можете помнить, что студия-разработчик отличилась своими сексистскими высказываниями по отношению к женщинам. Вот и думайте, пацаны, хотите ли вы давать денег клятым миссогенистам? Ну, люди кошельком проголосовали и сказали, что да, они хотят отдавать деньги клятым миссогенистам, что, кстати говоря, даже в действительности не соответствует, потому что они не... А причина-то очень проста, потому что игра, сука, веселая, и в конце дня это все, что имеет значение. Также крайне важно то, что когда вы говорите людям, что они не должны тратить на что-то деньги, не должны чем-то наслаждаться, не должны самостоятельно распоряжаться своим временем и своей жизнью, они будут идти вам наперекор тупо для того, чтобы устроить вам геморрой, просто для того, чтобы вас позлить. И перед тем, как вы спросите, конечно же, позиция редакции не мешает Айджену наживаться на тиражируемой теме в Уконга своими бесконечными гайдами, как будто был вариант. Пробития не было, но эта атака, естественно, не была единственной. Вы наверняка слышали про статью от Скринранта, которая жаловалась на то, что в игре не хватает разнообразия, диверсификации, половой, расовой, да в принципе любой. Да, вы услышали правильно, в этой игре про мифическую обезьяну, которая бегает по джунглям, говорит с дедом, похожим на свинюшку, бьет человеков-лисов в лицо палкой, и периодически смотрящему на горячих женщин не хватает расово-полового разнообразия. Откуда ему там взяться? Ну, я не знаю. Может быть, сделать так, что обезьяны были бы больше похожи на... Не знаете, что нет? Это, наверное, плохая идея. Разумеется, автор этой замечательной статьи активист, которая крайне бережно относится к проявлениям креативности и культурной репрезентации в играх всего мира. Впрочем, после того, как она начала получать недовольные отзывы игроков на то, что в ее статье было написано, а в ее статье она, по сути, повторяла те же тезисы, что написали IGN в своей оригинальной статье, ScreenRant решили, что стоит заменить имя автора на более дженерик команду ScreenRant. Автор неизвестен. Интернет, разумеется, все помнит, поэтому ей тоже пришлось окуклиться. Увы, не пробило. И даже если бы повторений от IGN не было, этот тезис все равно не имеет никакого отношения к реальности, потому что разнообразие в этой игре есть. Просто не то разнообразие, которого активисты на Западе хотят. Они не хотят видеть горячих женщин в своих играх. Они не хотят думать о том, что клятые геймеры трогают свою пипису, когда на них смотрят. Ведь они этого не делают по отношению к активистам, правильно? У них есть свои понятия о том, как мир должен работать. И если они не могут его навязать вам добровольно, то они это сделают насильно. Как пытались сделать Sweet Baby Inc, заставляя Game Science дать им 7 миллионов долларов за консультации. Да-да, мы подходим к гвоздю этой истории. О нем написали уже все, кому не лень, и вы, скорее всего, про нее слышали, поэтому долго на ней задерживаться не будем. Sweet Baby Inc, будучи консалтинговой конторой, которая занимается продвижением современных ценностей для современной аудитории, для того, чтобы осовременить игры, чтобы современная аудитория в них играла, и, судя по фактическим результатам, пока не очень получается. Как там поживает отряд самоубийц? Я проверил, как он поживает. Это сейчас не рофал. У отряда самоубийц, в момент, когда я смотрел Steam чарты, было меньше онлайна, чем у артефакта. У артефакта. Помните карточную игру от Valve, которая умерла через месяц после того, как вышла? Там было 55 человек. В трете самоубийц было меньше 50. Я серьезно. Естественно, не за бесплатно. Мы же не хотим оказывать вам эту услугу по доброте душевной, для того, чтобы сделать видеоигры лучше для всего мира, более репрезентативными. Не, ребят, наши услуги стоят денег. В районе 7 миллионов долларов за один подход. Я думаю, нормальная сумма. Не очень большая, посильная для вас, китайского гейминга. Я имею в виду. У Си денег куры не клюют, правильно? Он же может вам подкинуть. Но почему-то Game Science, будучи ребятами базированными, сказали, знаете что? Нет, мы не будем этого делать. Что? Что вы нам сделаете, если мы откажемся? Вы нас будете шантажировать? Чем? У вас на нас буквально ничего нет. О, стоп, у вас же есть та самая статья от IGN-а про то, что наш директор был сексистом в какой-то момент. Окей, пишите дальше. Какая разница? Результат? 2,5 миллиона проданных копий, 2,5 миллиона онлайна. И это только в Стиме. Мы не говорим про копии на PlayStation, например. Не верите, что Game Science базированный? Вам нужно еще доказательства. Как насчет методички, которую они отослали своим стримерам? Та самая страшная методичка, которую прогрессивные компании отсылают своим инфлюенсерам для того, чтобы они тоже не забывали прогрессивные ценности продвигать. По факту, это пожелание от студии-издателя, которая выдает тебе код по поводу того, как ты должен их продукт освещать, как лучше к нему подходить, и что они хотят или не хотят видеть. Китайцы были в своих да и нет крайне обстоятельны. Что стоит делать в кадре на стриме? Наслаждаться игрой. Что не стоит делать в кадре на стриме? Не нужно оскорблять других инфлюенсеров или игроков, достаточно логично. Не нужно использовать аффенсивный язык или юмор, можно понять. Не нужно включать разговоры о политике, о насилии, не нужно включать наготу, феминистическую пропаганду, это буквальная цитата из их методички, фетишизацию, а также многие другие вещи, которые могут привести к негативному дискурсу. Перевожу на русский язык. Они хотят, чтобы вы играли в игру и наслаждались игрой, чтобы вы не обсуждали, по крайней мере, в контексте игры, что-то, что не имеет к ней абсолютно никакого отношения. О том, какая в Китае актуальная политика проводится, о том, какие должны быть у женщин права, это и так все прекрасно понимают, и так все разберутся безотносительно игры. Играйте, пожалуйста, в игру. Как бы говорят они. Также, пожалуйста, не говорите о триггер-темах таких, как карантин, изоляция, COVID-19, уже не актуально на самом деле, но ладно, и, пожалуйста, не обсуждайте политику Китая по относительно видеоигровой индустрии. Но тут, опять же, можно понять, чуваков, потому что Китай — это страна, конечно, великая, но не самая свободная. Да, давайте мы не будем привлекать лишнее внимание компартии к нашим бравым ребятам, которые просто хотят сделать веселую игру, в которую вам будет приятно играть. За что им огромное спасибо. Лично я в этой методичке не вижу абсолютно никаких красных флагов. Они хотят, чтобы вы просто наслаждались игрой без сторонней хуйни. И это именно то, чем я занимался на стриме, и то, чем я рекомендую заниматься вам всем, заплатив за нее полную цену. Тем более, что в стиме она стоит, по-моему, 3,5 тысячи, если в рублях смотреть, и она абсолютно стоит этого каждой копейки. Я ее покупал за 55 фунтов и абсолютно не пожалел. Разумеется, журналисты от этой методички пробомбились, и, естественно, их бомбеж не привел абсолютно ни к чему, кроме как к тому, что привлек к игре еще больше внимания. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге рекордные продажи и рекордные же показатели онлайна для сингловой игры в стиме. Естественно, эти показатели достаточно быстро просядут, потому что игра сингловая, а люди после того, как прошли сингловую игру, имеют свойство ее удалять и возвращаться к ней через какое-то время, если возвращаться вообще, скорее всего, одного раза хватит. Но, как я уже говорил раньше, ну, про тот же, не знаю, там, Jedi Fallen Order, первое, что мне в голову приходят сингловые игры, это здорово, потому что иногда я просто хочу получить удовольствие от игры, пройти ее от начала до конца, сказать, знаете что, это было классно, мне было весело, вот бы как-нибудь еще раз это сделать, но, может быть, попозже, когда у меня снова будет настроение и на этом закончить. Нету в этом ничего плохого, абсолютно огромное спасибо GameSign за то, что они сделали такой хороший, качественный продукт, который стоит своих денег. А журналистам и всем остальным сочувствующим, радужным, так сказать, активистам, спасибо за то, что они эту хорошую игру всеми своими силами и ресурсами пропиарили значительно больше, чем она могла бы в итоге собрать, она собрала. Это круто, все довольны. История успеха получилась, какие стоит сделать из нее выводы. Если вы хотите навязать что-то общественности, то попробуйте сделать это тонко. Для того, чтобы сделать это тонко, не говорите этой самой общественности в лицо, не смей покупать это, не смей наслаждаться этим, делай все, как я говорю, просто потому, что я прав, а ты нет, потому что у меня есть платформа, а у тебя нет, потому что я важный по какой-то причине, а ты нет. Ну, на этом, собственно говоря, историю можно и закончить. Надеюсь, что вы все, дорогие мои, этот урок усвоите. Спасибо за то, что вы зашли ко мне на канал, ставьте лайки с комментариями, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, на мой Твич-канал, на этот канал подписывайтесь. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Я вас люблю.